На сегодняшний день в городской совет заявления о снятии полномочий или еще каких-либо от депутата не поступало, а также каких-то документов по данному инциденту, произошедшему и опубликованному в СМИ, от правоохранительных органов не поступало в городской совет, ни запросов, ни информации, ничего. И пока все обстоятельства этого дела не будут рассмотрены, понятны, мы не можем сейчас пока квалифицировать это каким-то конкретным образом. Ну а где-то, может быть, на комиссии по этике или где-то на другом каком-то совещании, на отдельной закрытой встрече, в принципе, будет обсуждаться этот вопрос? Все-таки уголовное это дело есть? У нас первое только вышли депутаты, вы видели, что всего 13 человек, многие находятся, в том числе и председатель комиссии по законности, в тех вопросах, еще и в отпуске. Я думаю, что через определенное время, неделю, может быть, мы примем решение. И самое главное, что на сегодняшний день мы, когда будут понятны обстоятельства этого дела, тогда только мы можем какие-то решения принимать. Вы говорили со мной это видео? Я это видео видела, но я как бы в сегодняшнем дне, это же видео, я так понимаю, не официально МВД или кто-то представил. Это видео, которое представили, по-моему, участники этого происшествия. И поскольку определенные операции, ну, с видео можно там убрать, вырезать, сделать какие-то, я же не могу... Вы не уверена в его достоверности? Я должна быть уверена, да, в том, что на сегодняшний день пока никаких материалов или каких-то запросов не поступало. Поэтому понятно, что как только будет этот вопрос, мы, конечно, вернемся к его рассмотрению. Ольга Владимировна, а если не навешивать ярлыки, кто прав, кто виноват? Вот, в принципе, оказаться в эпицентре скандала, который вот на весь край разразился, вот вам, как руководителю городского совета, ведь никто не скрывал, что он является депутатом. Как вам в этой ситуации? Ну, понятно, что я думаю, что и самому депутату, и Назаровскому городскому совету эта ситуация очень неприятна.